Здравствуйте, уважаемые выпускники! Меня зовут Ирина Алексеевна Сотова. Я являюсь председателем комиссии ЕГЭ по русскому языку Ивановской области. И сегодня я расскажу вам об обновленном формате сочинения ЕГЭ и о том, как написать комментарий к сочинению на высокий балл. Итак, почему обновляются критерии К2? Обновление критерия К2 – это акцент на таком интеллектуально-речевом умении, как анализ текста. Задача комментирования – показать, насколько глубоко и полно экзаменуемый понял выделенную проблему, сумел увидеть ее аспекты, намеченные автором, сумел проследить за ходом авторской мысли. Понимание текста выражается в способности выстроить его смысловую структуру, выделить главную информацию и передать ее своими словами. Процесс восприятия и понимания информации включает в себя следующие этапы. Расчленение материала на смысловые части, выделение смысловых опор или смысловых лех, осуществление эквивалентных замен. Именно эти действия мы выполняем, когда составляем план или схему исходного текста. В обновленном задании 27 мы должны сформулировать одну из проблем, поставленных автором текста, обратить внимание поставленных, а не затронутых, прокомментировать сформулированную проблему, включить в комментарии не только два примера иллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но и пояснить их значения, указать смысловую связь между ними, а также сформулировать позицию актора-рассказчика, выразить свое отношение к этой позиции и обосновать ее. Разберемся в том, что значит пояснить значение каждого примера и как указать смысловую связь между ними. Когда мы анализируем текст, мы опираемся на вопросы, которые помогают нам выделить позицию автора, проблему, примеры иллюстрации. Легче всего увидеть в тексте позицию автора. Задайте себе вопрос, что именно автор хочет сказать мне, в чем увидеть, и вы получите позицию. Задайте себе вопрос, какой вопрос поднимает автор текста, и вы найдете проблему, а проблем в тексте может быть несколько. И, наконец, чтобы выделить примеры иллюстрации для комментария, мы задаем себе вопрос, с помощью каких аргументов и фактов автор доказывает свою мысль, отстаивает свою позицию, убеждает нас в том, что его позиция верна. В качестве примеров иллюстрации могут выступать цитаты, цифровые ссылки, элементы сверхжатого пересказа, фрагментов исходного текста. Обязательно исходного текста, а не подобранные вами самостоятельно. Чтобы пояснить значение примера иллюстрации, мы также задаем себе вопросы. Каково значение данного факта, эпизода, события, поступка, размышления, мнения для понимания данной проблемы? О чем говорит этот факт? Поступок, высказывание, деталь? Что обозначает это слово? В приведенном примере мы с вами видим не только примеры иллюстрации, выделены синим цветом, но и пояснения к ним, выделены сиреневым цветом. В предложениях 4.5.35 писатель указывает, что семья не обладала большими средствами, но, несмотря на это, родители стремились купить ребенку все игрушки, о каких он мечтал. Каково значение данного факта? О чем говорит этот факт? О том, что автор описывает родителей, готовых на все, чтобы их ребенок был счастлив. Другим примером могут являться предложения 50-62, где рассказчик проявляет искреннюю заботу о своем семье и его будущем. О чем мне говорит этот поступок, это высказывание? Действительно, если ребенок был счастлив в детстве, он и своей последующей жизни найдет способ добиться счастья. Таким образом, пояснение, к примеру, может находиться перед примером или после него. Смысловая связь между примерами – это, по сути, смысловые отношения между ними, способы распространения темы, способы развития мысли. Примеры в тексте мы можем сравнивать, сопоставлять или противопоставлять. Один пример может дополнять и детализировать другой, указывать на причину или наследствие. Если смысловая связь заявлена формально, героев или побуждает нас к сравнению эпизодов. Связь может быть обозначена при переходе от одного примера к другому. Для сравнения обратимся ко второму примеру. Раскрывая причину поступка герой, автор показывает. Автор объясняет это тем, что в качестве второго примера – обязательно укажите примеры чего – можно привести. Или, как итог, комментированный. Оба приведенных примера, дополняя друг друга, позволяют увидеть. Увидеть что? Противопоставляя два примера, автор утверждает мысль о… мыслячем? Или обращает внимание на… обращает внимание на что? Прочитаем текст Фриды Обраловной с Викторовой. С вашего разрешения я текст зачитывать не буду. Но напомню, что текст мы читаем с вами полностью, целиком и прочитываем его неоднократно. Сначала мы обращаемся к ознакомительному чтению, чтобы сформировать свое представление о тексте. Затем мы с вами обращаемся к чтению поисковому, когда мы находим в тексте позицию, проблему, опоры на текст. И через аналитическое чтение, когда достраивается, выстраивается сознание читателя и его смысловая структура, мы далее перейдем к чтению контрольному. Я думаю, что вы уже успели сделать принц-клин и прочитать текст Фриды Викторовой. И обратимся к тем проблемам, которые в этом тексте были выделены. Итак, в тексте Викторовой мы находим три основных проблемы. Это проблема проявления мужества, проблема оправдания трусости, малодушия и бездействия, и проблема преодоления страха. Каждой проблеме в тексте соответствует определенная авторская позиция, которую экзаменуемый, конечно, может сформулировать по-своему, выразив ее с помощью синонимических конструкций и лексических предков. Важно, чтобы только позиция соответствовала выделенной проблеме. Максимальная оценка за комментарий 5 баллов ставится. Если экзаменуемый привел не менее двух примеров иллюстрации прочитанного текста, важных для понимания проблемы, дал пояснение к двум приведенным примерам, выявил смысловую связь и фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментариях нет. Завлянем сочинения наших выпускников. Мы с вами наблюдаем сейчас пример, где мы видим комментарий, написанный на 3 балла. Здесь есть два примера без пояснений, но есть смысловая связка указания на течение. Что такое мужество и когда его нужно проявлять? Именно над этой проблемой заставляет задуматься Фрида Вигдорова в своем тексте. Размышляя над поставленной проблемой, писательницы цитируют поэта-декабриста Рылеева. Удивительное дело. Мы не страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу справедливости. Фрида Абрамовна с печалью осознает, что это действительно так. Ведь даже человек, прошедший войну как герой, вернувшись домой, не находит в себе мужества, чтобы сказать слово в пользу справедливости, когда его друга незаслуженно сняли саботой. Вигдоровы считают, что мужество надо проявлять всегда. Обратим внимание на то, что здесь есть два примера. Есть цитата поэта декабриста Рылеева, и есть свержатый пересказ истории о человеке, который прошел войну как герой, но не нашел мужества, чтобы заступиться за друга. Два этих примера иллюстрации связаны с союзом со значением причины, ведь, в значении, потому что, и находятся таким образом в этих причинных отношениях. Экзаменумы указал на смысловую связь с помощью союза с значением причин. Еще один пример на три балла. Он включает в себя один пример из текста с пояснением. Журналистка Вигдорова поднимает в данном тексте проблему проявления мужества в роковые минуты и в минуты жительских дел. В предложениях 16.22 изображен человек, прошедший войну и глядевший в лицо опасности, но в новой мирной жизни мужчина не стучился за товарища, в невиновности которого был уверен. Человека настигла боязнь утраты своего благополучия. Позиция автора выражена ясно. Мужество бывает одно. Оно требует, чтобы человек умел преодолевать в себе обезьяну всегда. Мы наблюдаем постановку проблемы, пример из текста предложения 16.22 их свержат и пересказ их содержания, а также пояснение, что означают в контексте комментария этот пример. Человека настигла боязнь утраты своего благополучия. Далее автор текста переходит к выражению авторской позиции. Таким образом, он ограничивается одним примером с пояснением. Поскольку смысловой связи не это быть не может, то комментарии выставляются три балла. Примеры, цененные пятью баллами. Мы видим здесь два примера с пояснением и видим, что выявлена смысловая связь между ними. Предыдущий пример фактически дописан. Появляется еще одна опора на текст. В предложениях 25.30 изображен смелый мальчик, который, пояснением, совершив проступок, боится признать свое вину. Есть связка. Автор сравнивает две аналогичные ситуации, когда человек не может преодолеть свой страх. И это указание на сравнение мы засчитываем как смысловую связь. Далее автор текста переходит к выражению авторской позиции. Обратимся еще к одному тексту и познакомимся с произведением Каверина. Нужно сказать, что этот текст в 19-м году вызвал довольно много затруднений выпускников. Прежде всего в связи с тем, что ученики допускали фактические ошибки при интерпретации содержания этого текста. В данном тексте выделяются три основных проблемы. Это проблема предательства, проблема нравственного выбора человека и проблема бесчеловечности, жестокости проведения боевых действий в отношении к древназчику людей. Данным проблемам в тексте соответствуют авторские позиции по этим проблемам. И, конечно, для выпускника важно привести к выделенной им проблеме, подходящей соответствующей ей полиции. Рассмотрим работы учеников. Итак, за комментирование в данном конкретном случае поставлено четыре балла. Есть два примера и пояснение к ним. Глосно-зловая связь указана неверно. Обращаясь к событиям Великой Отечественной войны, Каверни поднимает проблемы нравственного выбора. Как поведет себя человек в сложной ситуации? Когда санитарное шло расстреляли фашистские танки, санитарки под шквальным объем вынесли раненого капитана в рощу и вместе с бойцами ушли ставить на лельце древину, потому что раненый не мог это самостоятельно. К этому первому примеру далее идет пояснение. Что означает этот пример? Зачем мы говорим о том, что санитарки вынесли раненого в поле боя? Так санитарки рискуя своими жизнями помогли герою выжить. И другая опора из текста. Дальше мы узнаем, что Ромашов сбросил тяжело раненого капитана в лесу, вблизи врагов, голодного и безоружного. И пояснение автора. Зачем он говорит об этом? Очень страшно оказаться на фронте рядом с человеком, который думает только о себе. Далее автор сочинение делает смысловую связь. Два примера дополняют друг друга и показывают, что нужно помогать другим людям тяжелые минуты. И вот эта смысловая связь определено неверно. Эти примеры не дополняют друг друга. Примеры противопоставлены друг другу. Они показывают, как по-разному люди проявляют себя в ситуации, связанные с риском для жизни. Таким образом неверно указанная связка обнуляется и бал за нее не начисляется. Сочинение с комментарием на 5 баллов. Есть два примера и пояснения к ним выявлена смысловая связь. Русский советский писатель Каверин в предложенном для анализа тексте поднимает к облину предательства. Размышляя над данной проблемой, автор рассказывает читателю истории о двух солдатах, которые остались одни в березовой рощи в ожидании санитарок и бойцов, ушедших ставить в березину на рельсе. Рассказчик и мыслями допускал, что девушки, спасшие его под отстрелом, могли уехать на березине без раненых. А Ромашов стал ныть, что умирает от голода и обвинять санитарок в том, что они их бросили. И здесь, после опоры на текст, автор показывает пояснение к нему. А зачем он говорил об этом? В следующем эпизоде текста становится понятно, почему Ромашов заподозрил санитарок в предательстве. И следующее пояснение к новому аргументу. Оказалось, что он судил по себе. Понимая, что никто ничего не узнает, Ромашов оставил тяжело раненого товарища в лесу, голодного и безоружного, забрав себе все кипасы. И итоговая смысловая связь. Так оба эпизода, дополняя друг друга, рисуют образ труса и эгоиста, который становится предателем. Пожалуйста, обратите внимание на то, что после дополняя друг друга здесь никак нельзя поставить точку. Если написать, что эпизоды дополняют друг друга и ограничатся этим, связка окажется формальной и балл за нее начислен не будет. Когда вы говорите о дополнении и об отношении к дополнительности между примерами, нужно показывать в итоге-то, что они дают, когда дополняют друг друга, какую мысль при этом выражают. В данном случае рисуют образ труса и эгоиста, который становится предателем. К сожалению, бывает достаточное число работ, когда критерий второй приходится обнулять. Он обнуляется в том случае, если примеры иллюстрации с прочитанного текста, важные для понимания проблемы, не приведены совсем. Или проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. Если в комментарии допущены фактические ошибки, связанные с пониманием исходного текста, прокомментирована другая не сформулированная экзаменуемая проблема, или вместо комментария дан простой пересказ текста, либо цепируется большой фрагмент исходного текста. Такой пример вы наблюдаете сейчас на экране. Вместо примеров иллюстрации из исходного текста дан его простой пересказ. Пояснение собственных оценок автор текста не взял в него, а связка осталась формальной. Оценка комментирования 0 баллов. Также 0 баллов получает экзаменуемый, если его пример по тексту содержит грубую фактическую ошибку, которая свидетельствует о непонимании либо неполном понимании исходного текста. Так например в случае который вы видите на экране экзаменуемый утверждает что санитарки бросили раненых то есть совершили предательство. При этом исходный текст не содержит информации которая позволяла бы сделать вывод о том что санитарки бросили раненых. В тексте говорится о том что санитарки ушли слегка ранеными бойцами чтобы поставить древину на рельсы под обстрелом фашистов. Скорее всего они погибли. Конечно в тексте об этом не говорится но и указаний на то что санитарки оставили раненых и уехали до резины нет никаких. Более того предположение об этом рассказывает Ромашов и сопровождается это предположение оценочным словом ходло. Ходло предположил. Комментарии оценены на 3 балла. Есть один пример из исходного текста и есть одно объяснение текста. В данном тексте писатель Калерин поднимает проблему проявления бесчеловечности по отношению к беззащитным людям. Автор описывает как капитан лежавший с перебитой ногой у окна поезда увидел три танка но не мог даже предположить что по санитарному эшелону в котором находилось вероятно не меньше тысячи раненых другие здоровые люди могут стрелять из пушек. Но именно это и случилось. И зачем же автор показывает этот пример? Что означает этот факт? Этот пример показывает бесчеловечность фашистов и проявляет жестокую суть войны на которой нет верности велосипедия. Далее автор сочинения переходит к выражению позиции автора соглашаясь или не соглашаясь с ним. Итак один пример одно пояснение к нему оценка три балла. И наконец последний пример который можно оценить на цель балла. К предыдущему тексту добавляется еще одна опора на текст. При этом в качестве связки используется аналогия. Вторым примером бесчеловечного отношения к беззащитному человеку вот она смысловая текст. А дальше опора становится поступок Ромашова, который оставляет тяжело раненого товарища в лесу голодного и безоружного. И о чем нам говорит этот факт, как мы его оцениваем. Злодеяние, совершенное Ромашову, загнать сильную убийство, а может быть даже хуже. Это предательство. Далее автор переходит к согласию с мнением автора и выражает его позицию. Мы видим в этом комментировании два примера, два пояснения и смысловую связь, которая находится как бы между примерами. Наша оценка пять баллов. Таким образом, для того, чтобы правильно, полно прокомментировать исходный текст, нам необходимо придерживаться некоторого алгоритма самооценки. Не забывать задавать себе вопросы, с помощью которых мы управляем своей интеллектуальной деятельностью. Сколько приведено примеров иллюстрации? Есть ли опора на исходный текст? Оба ли примера относятся к данной проблеме? Нет ли фактических ошибок? Есть ли полиснение каждому примеру? И раскрывает ли пояснение значение примера для обоснования данной проблемы данной авторской позиции? Выявлена ли смысловая связь между примерами? Желаю вам большого успеха! Благодарю вас за внимание!